В своей хрущевской двушке Петр Степанович находится последние минуты. Вынести осталось только мебель и что-то из личных вещей. Здесь больше двух лет он проживал вместе с супругой Таисией. Эту квартиру мужчина получил в качестве обмена, поскольку дом на Ленина, где он жил ранее, был признан аварийным. Уточним, жилье было служебным, не приватизированным. Не было возможности приватизировать. Поэтому вы вынуждены были переехать в коммерческое жилье здесь, да? А потому, когда началось переселение, Петру Степановичу предложили квартиру в центре, на проспекте Машерова. Но опять же, не приватизированную, коммерческую. Вселился, однако с обязанностями нанимателя не справился, потому что необходимо было платить и арендную плату, и оплату за коммуналку. Я работал по договору подряд. Договор подряд, а потом после больницы я пришел, приехал. И все сказали, уже не надо. Переход служебной квартиры Петра Степановича в категорию коммерческой произошел в рамках указа президента. На основании решений местных исполнительных и распорядительных органов с нанимателями заключались договоры найма, и определялась ежемесячная сумма оплаты. Не маленькая, а платить было нечем. Неоднократно о необходимости внесения денежных средств за пользование квадратными метрами напоминали специалисты ЖЭСа, но реакции не последовало. У семьи были перебои с оплатой коммунальных услуг. И поэтому долг на сегодня составил 6 тысяч 14 белорусских рублей. Значит, на беседы и досудебные предупреждения они никак не реагировали. Из суду Московского района было принято решение о их выселении. Петр Степанович не скрывает. Да, долг за ним есть. На данный момент сумма задолженности с учетом пении составляет более 6 тысяч рублей. И если квартиру он освободил уже накануне, то долг государства ему все равно придется возместить. К сожалению, таких должников сегодня в Бресте немало. Что делать Петру Степановичу дальше, ответ он знает точный. В дальнейшем план искать работу, как сейчас ищу.